5 октября сотрудники уголовного розыска отмечают свой профессиональный праздник. Узнать больше об их работе мы решили на примере службы уголовного розыска аэропорта Шереметьево. Об особенностях работы полицейских в воздушной гавани. Специальный репортаж Дины Архиповой. Службе уголовного розыска исполняется 101 год. А в аэропорту Шереметьево она существует уже 47 лет. Участок оперативного обслуживания охватывает всю территорию воздушной гавани. А обязанности стражей порядка охватывают все сферы жизни аэропорта. В их задачи входит как предотвращение правонарушений, так и раскрытие совершенных преступлений. Розыск преступников и лиц, скрывающихся от следствия и суда. Об особенностях профессии нам рассказал заместитель начальника линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево Константин Власов. Суть работы связана с раскрытием преступлений, совершаемых на территории аэропорта. Основное подразделение – подразделение уголовного розыска. И есть еще служба, как подразделение по грузам и подразделение по пресечению линии закона оборот наркотических средств. Основное, конечно, это подразделение уголовного розыска. Все, что связано с отработкой пассажиров потока, все ложится на их плечи. Каждые сутки на службу заступает следственно-оперативная группа, работающая с заявлениями пассажиров. Отдел, отвечающий за безопасность грузов, предотвращает кражи из багажа. А оперативно-сыскное подразделение работает в пассажиропотоке. Сотрудники полиции пресекают карманные кражи и хищение из ручной клади. Именно кражи по статистике – самый распространенный вид преступлений, совершаемых на территории аэропорта. Очень много у нас утрачивается и телефонов, сотов, гаджетов, всевозможных. У нас было похищение 100 тысяч долларов, была совершена кража, раскрыли. А как происходит раскрытие таких преступлений? Какие процедуры проводятся? Огромную помощь, конечно, нам указывает видеорегистрация, которая здесь происходит непосредственно в самом порту. Естественно, оперативная работа, эта работа с так называемым подсобным аппаратом. У нас есть те же уборщики, те же работники порта. Конечно, мы оказываем немалую помощь в этом вопросе. Персонал аэропорта также выступает в качестве свидетелей и очевидцев совершаемых преступлений, в том числе и более серьезных, чем кражи. Бывало, что в Шереметьево даже похищали людей. У нас в этом году было зарегистрировано преступление, у нас было похищение человека. Благодаря совместными усилиями наших сотрудников, сотрудников управления УТМВД России по ЦФО, данное преступление было раскрыто, лица устанавливаны и сегодня находятся в стадии расследования. Одно из самых громких происшествий, которое пришлось расследовать сотрудникам отдела, случилось в 1986 году. Тогда в терминале Ф тоже произошла кража, потерпевшей в которой стала жена посла Женевы. Дело тогда даже дошло до президента СССР Михаила Горбачева. Жена посла в Женеве, Японка, как говорится, прилетела к мужу Женеву, как говорится, ее, пролетая транзитом через Шереметьево-2 обворовали. И в обратном направлении, тоже самое, кольца, ее багаж обворовали. Создали группу из работников Министерства и Главного управления транспорта, приехали сюда. Мы как раз взяли группу, где это японки вещи, а потом уже оперативно-следственные мероприятия, на обыск пошли и вещи знакомые. Майор милиции в отставке Николай Грибов участвовал в том расследовании. За раскрытие дела был награжден орденом Красной Звезды. Оказалось, что в преступную группу входили работники аэропорта, отвечающие за транспортировку и хранение грузов. Службе в аэропорту майор посвятил 13 лет жизни. До сих пор он с радостью вспоминает те годы. И что самое приятное? Раскрытие преступления. Самое приятное удовлетворение приносит, что все-таки мы помогли человеку, который, кольца, пострадал от нечестных людей. Каждый день дежурную часть линейного управления аэропорта Шереметьево поступает от 10 до 30 заявлений. В год это около 6 тысяч. Более 70% из них раскрываются сотрудниками уголовного розыска. Служба уголовного розыска, безусловно, очень интересна. Ее необходимо познавать, учиться. Она требует от себя внимательности, отзывчивости и, самое главное, помогать людям, гражданам, находящимся на территории, обратившимся в любой беде и ситуации. Хотел бы пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, оптимизма, спокойных будней, легкого труда и элементарных дел. Побольше успехов, достижений, мужества и побед. В отделе уголовного розыска аэропорта Шереметьево работают 38 сотрудников в возрасте от 18 до 50 лет. Служба их опасна и трудна. Но, несмотря на это, они делают все возможное для того, чтобы уберечь пассажиров в воздушной гавани от преступных действий злоумышленников.